Мобильный гейминг Мы собрали такую пожилую студию Аналитики пожилое Интервьюируемое пространством Прошу любить и жаловать Зверька Вудский Собственно пожилой сквад у нас сегодня Аналитический такой Господа Мы как бы все серьезные взрослые люди Вот тебе сколько? 34 Мне 27 Мне 32 будет в декабре То есть мы в принципе уже такие солидные мужчины Повидавшие Жизнь Вот вопрос Как мы пришли Кружок анонимных MLщиков Как каждый из нас Давайте поговорим об этом Пришел к мобильному геймингу И к Mobile Legends в частности Вудский То есть вообще как я начал это все Если ты хочешь на 7 часов То мы в принципе можем сейчас Уйти ты поговоришь Да Не ну я очень долго играл в другую игру И в итоге увидел Моблу на телефонах И думаю такой О дай-ка я попробую Ты играл в другую игру на телефоне тоже? Нет на компьютере На компьютере Ну вот да Такой же жанр Такой же жанр Наше поколение привыкшее к тому Что мы играем за компом Да для меня это было удивительно Что типа О ничего себе Можно в это играть на телефоне И я решил попробовать И в итоге создал канал И все И вот теперь меня затянуло На 4 года сюда Я не знаю как так получилось Вот все Ну то есть тебя ничего не смущало Или твоих там ровесников Знаешь ты Вот тебе там 24-25 лет Ты там с парнями пошел потусить Не ну мне постоянно говорили Знаешь Типа что Ну и наверное до сих пор У кого-то есть такое отношение Что типа Ты же взрослый мужик И типа Почему ты играешь в такую как бы Игру да Она же для там Не знаю Школьников Еще и на телефоне Еще и на телефоне Но сейчас уже наверное все поменялось Типа сейчас намного стало Как-то проще К этому относиться И эти игры Больше даже признали То есть сказали что А Да я видел Вот там турниры стали Когда делать То есть уже Какие-то киберспортивные команды Появились И конечно же у людей Интерес 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 И вот я даже сейчас Был в отпуске недавно Мы ездили с моей девушкой Кстати привет ей Янка Ну как же Как же не передать Да Своей девушке И вот там Нас встретили подписчики Которым кстати Там 35-34 У них уже дети есть И они прям рубятся И Четко Не Танков очень не хватает Вообще Да Вот Я такой Ну привет И там другой голос такой Ну давай Что там Хилоса попробуем Я такой В смысле А вы кто вообще Вам сколько лет Типа там знаешь Такой Ну мне 27 Мне 35 И там реально Самый молодой 24 года чувак Я такой Что Ну короче мы с ними поиграли Три подряд выиграли Я прям кайфанул И реально взрослые люди Они там что-то все Обсуждают Общаются Там И я такой Как так получилось вообще Ну то есть Для меня это стало Ну необычным Как ты зверко пришел К этому В 34 года Ты играешь Ты играешь в мобильную игру Давайте похлопаем Я старый игроман Турнирщик с танков И ну так получилось Что я искал Что-то лайтовое На компьютере Вот Дота и лол Мне не зашли И очень долгие катки Поставил на телефон Я перебрал На тот момент Три года назад И перебрал все Мобы которые можно было поставить Нашел все Их много было тогда? Мобильные Но управление И отзывчивость И набор навыков Комплектующих героев Мне понравилось Именно в Mobile Legends Поиграл Где-то полгода И я бросил заявку По озвучке В официальную группу Чтобы озвучивать видео Ну такая была заявка Через два месяца Меня одобрили И я озвучил Поначалу видео Чужие гайды А так как сам До этого писал гайды И писал еще на Доту первую гайды Я такой А что я буду других-то озвучивать? Монтировать Я научился за это время Ну там для Своих дел сначала Такой я умею монтировать Я умею снимать Я умею разговаривать Оп Сделали канал И все Поехали потихонечку То есть И это хобби И значит Ты сразу думал Что это станет Твоей прям такой Ну Жизнью? Это неожиданно Это неожиданно Выстрелило И Ну действительно То есть Это помогает Ну И Грубо говоря Жить помогает То есть Это мой Кризис Это стал основным Источником дохода Ну хватает С этого на жизнь Ну на хобби Сейчас не хватает Ни времени Ни денег Хобби Это оружие Фехтование Да Средневековый бой Я кстати Хотел ремарочку ставить Просто Мы Смотри Мы вот Со зверем Мы абсолютно Разные по контенту То есть Потому что У меня более Развлекательный То есть Я пришел такой Ну там Не киберспорт А то есть Мне именно По фану нравится Играть Прикалываться В катках И все остальное А вот зверь Он прям Ну то есть Ему нужно там С информационной С технической части То есть Он все Игру эту Разбирает Я просто сижу Дурачусь Как бы такое Вот Хорошее замечание А он кстати Был моим Подписчиком Представляешь И сейчас Иногда Иногда Подписался Отписался Важный факт Важный факт Я тебе никогда Этого не забуду Я снял видос То есть Вот такой Я еще Ну Меня никто не знал То есть У меня максимум Было 100 подписчиков Наверное Условно говоря Я помню Комментарий Зверько Он вообще еще Не снимал Ничего не делал И он типа Написал Очень что-то плохое И наверное Даже этот коммент До сих пор остался Я просто дословно Не буду Потому что там Немножечко Нецензурно Но он Как бы выразился Что А ты не профессионал Типа ты Что это за Убогие видео Ну грубо говоря Вот такое Я не помню Я злопамятный И он такой А вот Ты такой Такой Секой И все Я же извинился за это Слышишь И потом Он начал снимать Через какое-то время И перегнал меня По подписчикам Просто в какой-то момент То есть мой подписчик Перегнал меня По подписчикам Я очень сильно Кстати расстроился По этому поводу Я думаю Блин Ну что Я вот Столько времени Занимаюсь А вот пришел Какой-то Ноунейм Условно говоря У меня там Мегатив И стал Вдруг популярнее Ну намного То есть он Где-то на тысячу На десять Меня перегнал Сразу же То есть вот такая Ну там гоночка была Такая там Сорок-тридцать И еще Ну вот этот рост Но в итоге Ты перегнал Да Ну да Ну юмор Всегда будет обгонять У меня 195 У меня 133 Ну юмор Всегда будет обгонять Образовательное То есть я делаю Исследование Спасибо тебе Спасибо Подожди И как бы Зачем оставлять Эту информацию Для себя Когда я могу рассказать О том Что сильнее И так далее А вы коллабы Например делаете? Ну у нас был У нас был да Коллаб То есть мы тоже На официальном Вот где мы сейчас Находимся На официальном канале Тоже стримили Он вредный просто О конечно Вредный Да Это ты просто Неразговорчивый Мне нужно тебя Постоянно там подать Не ну нам кстати Интересно вдвоем Вот мы когда стримим Потому что разные наверное Да То есть я его как-то Там постоянно Ввожу на разговор На какие-то темы И он начинает Ну он же такой Старый как бы Он пока там У него реакция Реакция Да То есть И он такой пока Ааа Вот раздуплится И вот Уже потом Был прикол Что вот когда мы транслировали То ли я предложил То ли ты вкинул Что как будто мы в одной комнате А я вкинул Да Как будто мы в одной комнате И мы общались Как будто рядом вообще И до сих пор Многие подписчики Простите нас Думали что мы вот в одной комнате А мы за две тысячи с половиной километров Убрать Вторая история Я сказал что расскажу две Вторая история Достаточно прикольная То есть Периодически Ты как бы живешь И встречаешься с людьми У которых схожие интересы Да Ну или там допустим Я вот смотрю такой-то сериал О я тоже смотрю прикольно Там да Клинику условную Но это такая очень Как бы Уже мейнстримовая движуха Да Как это Поп-калчер Поп-культурное явление У меня есть свой проект Мы там занимаемся сайтом И у нас есть дизайнер Девушка Ей где-то 23-25 лет Зовут Вероника И вот мы В очередной раз Там какое-то совещание Я говорю вот Завтра поеду Меня позвали ML Как раз в июле Когда я первые разы Только вот на минор приезжал Я там перед этим тренировался Меня позвали Mobile Legends комментировать Она такая Да ладно Я играю с самого начала У меня там скинов У меня образов Героев Типа А что расскажи Как там что Вот Она смотрела турниры Она до этого вообще не смотрела турниры Киберспорт Только контент Ну вот То есть она вас знает Она там смотрела ваш контент Ну вот И тут такая О, круто И начала смотреть киберспорт Там просит Типа там что-то Рассказать Показать Там типа Ну мне еще давали аккаунт Чтобы чемпионов качать Она такая О, дай посмотреть Вот это классный скин Я там с ним мечтал поиграть Куплю себе Это первый момент Когда вот это вот Сочетание Казалось бы Типа Что? Как оно вообще? Второй момент Это вообще прикол Я играю в футбол На любительском уровне Ну чисто вот дворовые пацаны Кто играет в футбол Да, то есть вот мои там Ребята со двора Которые вот я в Балашихе В Подмосковье живу И как бы Ну они там Обычные работяги Которые Ну приходят мячик там попинать И вот как-то раз Мы сидим Выпиваем пивас Вот И я говорю Типа там Диман есть Мы очень давно Мячик попинать Выпиваем Да, выпиваем пивас Третий тайм Есть Третий тайм Такая история Ну все В рамках Да, в рамках Приличия Вот Мы сидим И рассказываем Что делал там Почему на прошлый выходник не пришел Я говорю Типа Ну вот Типа Вел турнир По Mobile Legends И чувак Который вот Ну всю жизнь Я его воспринимал Только как чисто дворового Такого вот Своего товарища Пацана Да, дворовый пацан Он такой Да ладно Я типа это Показывает аккаунт А у него там Какой-то дикий уровень У него тоже куча народу Купленных В смысле героев Там У него прокаченные Вот эти вот У меня там Двадцать третий уровень По максимальной эмблем У него там Под шестьдесят У него два шестидесятых И там все Типа пятьдесят плюс уровень Сколько ты играешь Да что ты Типа там Запутался Короче считай Там два с лишним Три года Это больше Года сто процентов Ну вот сколько игра существует Чуть ли не там Вот в семнадцатом году Походу он начал играть Ну да Ну условно Горячь четвертый год По-моему Сердина 2016 Я короче Вообще в шоке был Типа Ну вот Такие вот Абсолютно Это когнитивный диссонанс Человек у тебя в голове Один как бы Интересно Что вот так получается У меня тоже так Произошло Ну тоже там С одним блогером Вот так С известным Который мне тоже написал И сказал типа О там привет И я его как бы смотрел Да И тут он мне пишет Типа в личку Говорит здорово Там Типа пошли в ML Порубимся И я такой Что Ну как такое может быть Ну это все Потому что У всех есть телефоны Достаточно современные А компьютеры До сих пор Оказываются Не у всех Подписчики Я думаю И тебе тоже пишут Что Я так говорю Ну вот такое можно С компьютера посмотреть Или что-то Программу поставить А он мне говорит Нет компьютера У многих Достаточно нет компьютера А телефон сейчас есть У всех Поэтому мобильный гейминг Будет развиваться Сто процентов Более того У вас же ни у кого нет Короче ну смотри Чтобы Даже могу клички Чтобы стать авторитетом В обществе своих Там животных Да Тебе нужно их просто кормить Покусать Это не сложно В принципе И ты сразу с их друзьями Соответственно подружишься Да Станешь ли они авторитетом Ты сейчас о собаках говоришь О собаках Ну а котах тоже То есть ты думаешь Ты думаешь Что если я кормлю своего кота Ты для него авторитет Я для него авторитет И то есть кот потом ходит И рассказывает своим друзьям Что Я знаю одного авторитета Я хотел с другой стороны зайти Ладно я понял Ты про детей хотел Про детей Они в школе рассказывают Блин а ты знаешь Что у меня батя Ездил комментировал турнир Такое Да в том числе Или знаешь Прикол в чем Я прихожу допустим К школе Жду своего сына Он сейчас во втором классе Учится Ну если допустим Я пришел Да В второклассе Ты достаточно молодо выглядишь У меня 31 Ну да Нормально И второй класс уже Второй класс 23 года Ты моложе меня выглядишь Моложе меня выглядишь Моложе меня выглядишь Вот Ну я собственно и моложе тебя Через 3 года посмотрим Надо фотку будет сравнить Короче я прихожу И начинаю играть В МЛ-ку Например Ну пока жду его Там сколько Ну 15 минут каточка Либо там посмотреть героев Вокруг меня Вот так вот 10 человек собираются Это милиция Потому что с телефоном стоит И на детей вот так вот будет Ну камон Ну нет Вот я тебе постою Играю Там около крыльца Да в школу же нельзя заходить Вот И я такой типа Воу-воу-воу Не надо подходить же Этот Как бы Самоизоляция Вот это все Они такие Нет они все равно Сбиваются Смотрят там Типа И потом Они смотрят как ты играешь Как я играю Как я играю Ну у детей Один играет С телефона И они сдвигаются Можно так канал создать На ютубе Знаешь Типа Ребят Давайте сейчас Подпишитесь Сразу на меня И будете меня смотреть И ходить по школам Короче Да И забирать чужих детей Нет Зачем мне чужие дети Знаешь Типа Ты пришел за сыном Вот Потом в другую Можно переводить сына В другую школу Потом в еще одну В еще одну Слушай Хоро Можно делать вид Можно делать вид Что ты пришел за ребенком То есть смотри Ты пришел за своим ребенком Всех в школе Сделал адептам Своего канала Подписчиками Потом в другую школу Пришел Сделал вид Что ты пришел за ребенком Также типа Хоп-хоп Вот так Парни подписались Подписались Ты будешь знаменит В чате матерей Которые Мы видели этого мужчину Возле нашей школы Блин Это жестко Не совсем выгодно Прикольно просто то Что Это я вот сейчас Если вдруг нас кто-то Смотрит из взрослых Ну или Или из детей Кто может Ну то есть Это на самом деле Крутая тема Когда твой папа Понимает Как бы Пул твоих интересов И он такой Типа Ого И мы вместе с сыном Он конечно Ну я бы никому Такого тиммейта Пока не посоветовал Прости Если ты меня смотришь Поэтому мы пока Стараемся с ботами Больше играть Но глобально Ты играешь с ребенком Со своим В игру Которая вам обоим Интересна И это прям Ну круто сплочает Ну это знаешь Как то же самое С сыном Там раньше Там футбол поиграть Или на рыбалку Стандартная А сейчас вот Мелочка Пожалуйста Но наверняка Люди более старшего поколения Скажут что Вы что Фигней занимаетесь Люди более старшего поколения Людям более старшего поколения Я в таком случае Посоветовал бы Начать разбираться Играть в МЛ Играть в МЛ В частности А вообще Разбираться Конечно В том Что происходит В реальном мире А не там 50 лет назад Происходило В общем-то Давайте разбираться Что у нас В реальном мире происходит Спасибо что Пришли сюда На интервьюшечку А мы переходим дальше Продолжается Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому